Продолжаем тему фальсификации истории. В прошлом году была годовщина освобождения Смоленска и всякие решения. Какой-то суд принял решение о геноциде советского народа. Хотя советский народ это не этническая общность, а политическая. Поэтому речь идет скорее о политических репрессиях. Если геноцид действительно был, то его надо доказывать. И с цифрами, и фактами. Ничего это естественно не публиковалось. Решение суда просто есть. И больше на этом спасибо. Никаких данных, документов. Ничего этого нет. Ну вот ФСБ публикует данные по Смоленску. Я сейчас прочту. Очень коротко. Это как вводная сегодняшней темы. В архивных документах, которые размещены на сайте ФСБ, описывается зверство немецко-фашистских захватчиков. Так продолжается советская риторика немецко-фашистские захватчики. Хотя там никакого фашизма естественно не было. Был нацизм. Так в рассекреченном донесении, заметим, политотдела 312-й Смоленской стрелковой дивизии от, внимание, 26 сентября 1943 года, рассказывается, что по словам одного горожанина, годовщину своего вступления в Смоленск гитлеровцы отметили тем, что расстреляли 2500 человек. Других данных нет. Кроме того, по рассказам жителей, было установлено, что оккупанты насильственно угоняли население на запад, а последняя партия была отправлена 23 сентября 1943 года, то есть за три дня до освобождения. Ну, к этому претензий нет. Это известно, что угоняли вопрос только сколько. Сколько не установлено, просто установлено, что угоняли, да, на работу в рейх отправляли. Это действительно было так. Так, подробно об этом это отдельная тема. Что значит угоняли, кого угоняли, почему насильственно, кого не насильственно и что с этими людьми стало. Отдельный вопрос. Ну, мы отметим, по словам одного горожанина 2000, это считается, что это документированный материал. То есть, если расстреляны 1500 человек, должно быть место расстрела, должно быть исследование следствия, должна быть судебно-министерская экспертиза, должна быть оценка не по словам какого-то горожанина, а вполне конкретная деятельность правоохранительной системы, правоохранительных органов. Чем они занимались, интересно знать. Наверное, во время войны больше следили за солдатами и офицерами на фронте, чем занимались расследованием подобных дел. Дальше в кавычках. Как показало расследование немецких преступлений в Смоленске, оккупанты массово расстреливали, угоняли в рабство мирных жителей, убивали их с помощью газовых камер. По предварительным подсчетам, которые были произведены при вскрытии массовых захоронений, то есть все-таки были какие-то массовые, они должны быть все указаны, где, в каком месте, где, сколько. По предварительным данным, при вскрытии массовых захоронений количество жертв немецко-фашистской оккупации колебалось от 100 до 120 тысяч. Впоследствии было установлено более точное число, каким образом, интересно знать, свыше 135 тысяч погибших. На 10 октября 1943 года Смоленске, с учетом вернувшихся после освобождения, насчитывалось до 30 тысяч человек населения. Так отмечается в донесении главного военного прокурора Западного фронта. Главного военного прокурора Западного фронта. То есть это 1943 год. Это еще продолжается война. То есть еще ничего до конца неизвестно, не исследовано. Где 135 тысяч захоронены, хотелось бы знать конкретно, какие были оценки. Мне известно достоверно, что следственные органы, или точнее не следственные органы, а чрезвычайно государственная комиссия, таким образом оценивала количество погибших. Количество населения до войны и текущее количество населения вот сейчас, непосредственно в тот момент, когда делались выводы. Вот выводы 1943 года были сделаны так. Население уменьшилось на 135 тысяч человек. Значит, куда они могли деться? Они все погибли. Ну или были угнаны. А численность угнанных как-то возможно было оценить? До конца войны невозможно. Так, скорее всего, именно здесь то же самое происходило. Критика эта исходит не от меня лично. Это критика историков, которые говорили все оценки чрезвычайной государственной комиссии, которые там в докладах всяких, очень сильно преувеличены. Ну, как минимум, по моим прикидкам, преувеличение примерно в два раза. Это не значит, что мало погибло. Это значит, что просто фальсификация идет. То есть вот кому-то надо было раздуть эти цифры и самым примитивным образом их посчитать. Ну, ладно, со Смоленском мы закончили. Посмотрим теперь свежие материалы по Львову. Это уже публикации по Львовской области, по Западной Украине. Материалы опубликованы Министерством обороны. Там одновременно еще опубликована куча всяких боевых донесений, журналов боевых действий и так далее. Зачем это было скрыто? Почему это являлось тайной? 80 лет тайной. Я предполагаю, что все эти материалы подлежат проверке, действительно ли они достоверны. Вполне возможно, что это тоже фальсификации еще тех времен. Они поэтому не публиковались, потому что ветераны были еще живы. Было кому разбираться и кому опровергнуть то, что написано. Читаю материалы, в кавычках, во Львове, в других районах Львовской области немецкие захватчики истребили около 700 тысяч советских людей, мучших женщин, детей, также подданных в Словакии, Югославии, Голландии, Великобритании, Соединенных Штатов Америки, привезенных из концентрационных лагерей Германии. Рассказывается, внимание, в статье газеты политуправления 2-й гвардейской танцкой армии «Ленинское знамя о злодеяниях немцев на территории Львовской области». Итак, рассекреченный материал – это не документы, а газета. И действительно, когда я зашел на сайт Министерства обороны, там сканы газет, а не документов. Почему под секретом газеты были? Или там просто в рот никаких секретов там не было? Естественно, на газете никаких штампов, что это секретно или что это где-то было помещено в какую-то папку особого хранения. Это просто скан страниц газеты. Замечательный эпизод, который вызывает большие подозрения в фальсификации. Миноборона России опубликовала рассекреченные архивные документы о преступлении дивизии СС Галичина, которая в 1944 году отправила из Львова в Германию 100 килограмм золота, изъятого в ходе истребления мирного населения и советских военнопленных. Это сообщение СМИ. А вот что на сайте Министерства обороны и соответствующие там бумажки. Извлеченные из ям трупы укладывались на специальных площадках и штабелях от 1200 до 1600 трупов в каждом. Можете представить себе какие-то огромные штабеля. Причем это же надо было откуда-то выкапывать. То есть сначала убивали, а перед тем, как отступить, якобы сжигали. Трупы обливались, внимание, смолой, бензином и сжигались. Далее процедура. Пепел и остатки костей просеивались через специальное решето с целью сбора золотых предметов коронных зубов колец часов. Свидетели Величкер, Хамайдис и другие в своих показаниях сообщили, что за пять месяцев их работы в бригаде смерти из пепла сожженных ими трупов было высеяно и отправлено немцами в Германию 110 килограмм золота, следуя из архивных документов, опубликованных в новом мультимедийном разделе Минобороны России. То есть представьте себе, люди сидели и просеивали пепел и собрали 110 килограмм золота. При этом это золото каким-то образом оставалось после того, как все это сжигалось, то есть до какой степени надо сжигать, до степени пыли. Поливали смолой, бензином и сжигали. А золото ему ничего, то есть оно не плавится, никого это не волновало и легко все это дело найти. Настолько это вилами на воде писано, что мне кажется, что неприлично такие вещи публиковать без следственных экспериментов, без каких-то выводов. Мы просто опубликовали и все. 110 килограмм золота. Обалдеть. Сколько же людей надо было истребить, чтобы на золотых зубах выплавить 110 килограмм. В Минобороны России подчеркнули, что тела жертв спешно уничтожали в связи с успешным отступлением Красной Армии. То есть наступает Красная Армия, а тут 5 месяцев просеивают. Понимаете? Можно в это? Я не могу в это поверить. В связи с успешным отступлением и паническим отступлением немецко-фашистских войск. То есть с одной стороны паническое отступление, с другой стороны 5 месяцев занимался кто-то просеиванием ради того, чтобы трупы сжигали, чтобы скрыть количество убитых. Ну, это версия. Я думаю, что версия для того, чтобы произвольную цифру называть. И вот эти 110 килограмм золота должны потрясти воображение. Гитлеровские правительства и военные команды приняли меры к тому, чтобы скрыть чудовищные преступления. Рассказали в ведомстве. Это вот в Министерстве обороны. Ну, да, наверное, скрывали. Но вот именно этот эпизод вызывает большие нарекания. Далее по Яновскому лагерю. В ноябре 1941 года на Яновской улице города Львов был создан так называемый «Лагерь принудительных работ». Он был огорожен колючей проволокой. Немцы сгоняли сюда мирных граждан и военнопленных. Ну, это большой вопрос. Военнопленные с гражданами смешивались ли? И до какой степени? Я думаю, что тоже большой вопрос. Заключенных варили голодом, заставляли выполнять непосильные работы, зверски избивали палками, дали внимательно, заражали тифом и дизентерией. Люди тысячами убирали от голода, тиф и дизентерией или расстреливались. При условии большой скученности, плохого питания, ясно, что кормили там никак не лучше, чем в сталинских лагерях, там тоже от тифа и дизентерией умирали люди. И здесь умирали люди. Но чтобы заражали тифом и дизентерией – это фантазирование. Дальше показания свидетеля. Я лично видел, сообщил комиссии бывшей заключенной лагеря Аш. Аш – это имя или фамилия. Сказать нельзя, потому что написано просто Аш. Как гаутштурмфюрер СС Фритц Глаубер, а здесь уже имя отчество есть, внимание, душил женщин и детей, а мужчин зимой заморожил в бочках с водой. И жертвам связывали руки и ноги и опускали в бочку, обреченные находились в ней до полного замерзания. Теоретически могло быть такого, но фамилия Аш – это же не фамилия Иванов. Вспомните такой бородатый анекдот. Я дизайнер, да вижу, что не Иванов. Далее, если бы это было одно показание, можно было бы сказать, то ли ему привиделось, а может быть это и было. Других подтверждений нет. Вот остальные показания неизвестно откуда. Ну, тут уже до полной фантастики доходит. Гаутштурмфюрер СС Франц Варцак, например, любил подвешивать заключенных за ноги к столбам и так оставлял до наступления смерти. Гаутштурмфюрер Ракита, такая фамилия очень немецкая, лично распарывал заключенным животы. Можете себе представить, да? Начальник следственной части Ивановского лагеря Гайне просверливал тела заключенных палкой или куском железа, плоскогубцами вырывал у женщин ногти, раздевал свои жертвы, подвешивал их за волосы, раскачивал и стрелял под движущиеся мишени. Это уже отдает таким жутким фантазированием в духе холокостеров. Комендант лагеря Оверштурмфюрер Вальгаус ради спорта и для удовольствия жены и дочери систематически стрелял из автомата с балкона канцелярии лагеря в заключенных, работавших в мастерских, потом передавал автомат жене и она также стреляла. Можно себе представить, что так развлекались, не то чтобы стреляли по живым мишеням, но тогда работа была бы сорвана. Я думаю, что это не в интересах начальника концлагеря, коменданта концлагеря, если точнее, а пострелять так, в воздух пострелять или, может быть, действительно по какой-то мишени, и жена могла... Но чтобы ради удовольствия стрелять по людям, вы что-то дурно думаете о других или, может быть, что-то вспоминаете о себе. Хотел бы я сказать тем, кто вот это все записывал. Уже, наверное, люди в мире ином, и там с чертями у них разговор идет на эту тему. Далее. Иногда, чтобы доставить удовольствие своей девятилетней дочери, Вильгаус заставлял подбрасывать в воздух двух четырехлетних детей, откуда бы они там взялись, и стрелял в них. Дочь аплодировала и кричала «папа еще, папа еще», и он стрелял. Ну, как вы думаете, это реальная картинка? Я думаю, что это выдумка психопата или злобного клеветника. Этого не было и быть не могло. Я в этом абсолютно уверен. Мне не нужны никакие подтверждающие факты. Ну, собственно, их и нет. Потому что вот все записано, больше ничего, кроме слов, никаких подтверждений, естественно, нет. Свидетельница Киршнер, тоже не Иванова, сообщила следственной комиссии. Здесь, кстати, инициалы проставлены. Единственный раз, когда я увидел инициалы. Сообщила следственной комиссии, что комиссар гестапо в Венке поспорил с другими палачами лагеря о том, что он одним ударом секиры разрубит мальчика. Те ему не поверили. Тогда он поймал на улице, прямо вот на улице, поймал 10-летнего мальчика, поставил его на колени, заставил сложить руки ладонями вместе, тоже такая деталь интересная, пригнуть к ним голову, примерившись и поправив голову мальчика, палач ударом секиры, секиры, откуда-то у него секира, разрубил ребенка вдоль туловища. Гитлеровцы горячо поздравляли Венка, крепко жали ему руки, хвалили. Это написано в статье Министерства обороны, в комментариях к документам, которые опубликовало Министерство обороны, совершенно не критично, вываливая все это. Стреба по пленным детям, как по тарелкам, одна из повседневных забав и ЦРФСС на Западе и Украине. Об этом свидетельствуют рассекреченные Министерства обороны вырезки из газеты «Ленинское знамя». То есть речь идет не о документах, а о какой-то вырезке, которая в период войны опубликала вот эту всю ахинею. Она воздействовала, конечно, на умы, но мы-то уже через 80 лет живем после окончания войны. Ну, в следующем году будет 80 лет. В статье опубликована рассказы солдаты жителей Львова о бесчинствах гитлерцев. Один из рассказов. Один из немцев подозвал 10-летнего ребенка, сказал... А, ну вот это вот повторение, только это уже пересказ. Один из немцев подозвал 10-летнего ребенка, сказал, чтобы он сложил руки перед головой, прицелился, поправил голову и разрубил ее. Рассказывает главный документовед по работе со СМИ Центрального архива Минобороны РФ Юлия Венгер. Тоже не Иванова. Всего в Ивановском лагере фашисты расстреляли более 200 тысяч мирных советских людей. Очень круглая цифра. И всегда такие круглые цифры говорят о том, что есть определенные сомнения в точности. Продолжим дальше. В июле 1941 года немецкое военно-командование создало в центре города Львова на территории крепости Минобороны Цитадель концентрационный лагерь для военнопленных. Под угрозой расстрела немцы заставили заключенных работать с утра до поздней ночи. Помещения в лагере не отапливались. Заключенные десятками тысяч умирали от голода, побоев, болезней и расстреливались. Установлено, что за время существования этого лагеря в нем содержалось более 280 тысяч военнопленных, из которых от голода, болезней, истязаний и расстрелов погибло свыше 140 тысяч человек. Можно в это поверить, но хотелось бы видеть досье, данные судебно-медицинской экспертизы, вскрытие массовых захоронений и так далее. Об этом пока речи нет. Массовые расстрелы мирного населения и военнопленных немцы производили также в Леснецком лесу на окраине Львова. Здесь расстреляно свыше 200 тысяч человек. Тоже очень круглая цифра. Хотелось бы видеть данные расследования. Если расследования нет, значит цифра взята с потолка. В сентябре 1941 года в Львове было организовано гетто, названное немцами Юденлаг. Еврейский лагерь гетто было размещено на окраине города. Здесь информация как-то обрывается, почему-то подробностей нет, не знаю почему. Город Славута. Тоже используется публикация газеты 1-го Украинского фронта за честь Родины. 29 июля 1944 года. Опять это не документ, а публикация. Свыше 120 тысяч советских людей, военнопленных и мирных жителей, были убиты, замучены и стерзаны в грозлазарете Славута гитлеровцами. Один из эпизодов, в который поверить невозможно. Мы шли по дороге к лагерю, изнавали от жары и голода, рассказывает красноармеец Николай Фаусов, попавший раненым в фашистский плен. Надо отметить, что скан очень неаккуратный, с большим количеством опечаток, что говорит о степени внимательности работников Министерства обороны. Есть давали по 200 граммов черных отрубей с опилками, которые называли хлебом, да и то не ежедневно. Отставших, больных и раненых немцы пристреливали. Никогда не забуду одного случая. Мы проходили через село. Красивая чернявая 14-летняя девочка хотела подать мне кусок хлеба и огурцов. Канунинг скинул на руку автомат и пристрелил девочку. Такой рассказ специально для военной газеты 1944 года. Бывший военнопленный Бухтийчук ДП сообщил о том, что немцы бросали на проволочное заграждение внутренности павших лошадей, и когда обезумевшие от голода военные подбегали к заграждениям, охрана открывала по ним стрельбу из автоматов. Свидетель Кирсанов, ЛС-свидетель Стол, видел, как был заколот штуком один из военнопленных за то, что он поднял с земли клубень картофеля. Бывший военнопленный такой-то был очевидцем, как конвоир застрелил военного, пытавшегося получить вторую порцию баланды. В феврале 1942 года он видел, как часовой ранил одного из пленных, который искал в мусорной яме объедки, оставшейся в немецкой кухне обслуживающего персонала. Раненый был немедленно уведен к яме, раздет и пристрелен. Вполне возможны эпизоды, когда они единичные, но к ним и доверие как к единичным показаниям. При медицинском освидетельствовании 525 освобожденных из гроз лазарета Славута советских военнопленных установлено, что у 435 крайняя степень истощения, у 59 осложненное течение, непонятное слово на сайте Министерства обороны, видимо, ранений, у 31 нервно-психические расстройства. И вот это очень удобный контингент для собирания разного рода небылиц. Это, кстати, использовалось и в послевоенных процессах, включая Малой и Нюрнберг, где там тоже всего вот этого было достаточно. Да, вина, никто не отрицает, что вина за зверство есть. Вопрос только, откуда вы степень вины устанавливаете и насколько достоверны показания. Студентам медицинской экспертизы на основании внутреннего расследования 112 и наружного осмотра 500 эксгумированных трупов пришла к заключению, что администрации немецкие врачи лазарета создавали такой режим, при котором была почти поголовная смертность больных и раненых. Ну, это общее условие, что сталинских, что гитлеровских концлагерей. Чрезвычайно государственная комиссия непровержимо установила факт преднамеренного истребления охраны немецкими врачами городского лазарета до 150 тысяч советских военнопленных. Только что было 120, видите, то есть в одной публикации 120 или 150, да какая, собственно, разница, да? Только на территории бывшего военного городка обнаружено до тысячи могил массового захоронения. А где все остальные? Где 150 тысяч-то захоронены? Об этом ни слова. Далее, вот этот эпизод расследован достаточно подробно и тут сомнений гораздо меньше, хотя тоже есть кое-какие. Село Могильцы, Тернопольская область. Ну, тут другие масштабы и есть реальное расследование. То есть есть документы по расследованию, а не публикации из газеты. 25 апреля 1944 года в лесу близ села Могильницы обнаружено 4 ямы с 34 человеческими трупами. 2 ямы с 12 человеческими трупами в селе Могильцы. 1 яма с 11 человеческими трупами обнаружена на Конском кладбище. 1 яма с 58 человеческими трупами в лесу южнее села Могильницы. Во всех ямах находится до 100 трупов мужчин, женщин и детей. Но только что представленные цифры в сумме дают 115. Почему до 100? Это большой вопрос. То есть неаккуратность очевидна. Зверски замученных граждан села Могильницы и его окрестностей, а также пленных красноармейцев. Установлено, что в период немецкой оккупации села Могильницы в ночь 17-18 марта 1944 года, то есть незадолго до освобождения, банда украинско-немецких националистов, украинско-немецких это довольно странно выглядит, совершила массу убийств и ограбления граждан села Могильницы главным образом польского населения. Банда убийц выламывала двери окна, вырывалась квартира, расстреливала, резала, убивала топорами и ножами людей, в том числе малолетних детей, стариков, старух, после чего трупы грузили на подводах, отвозили и закапывали в ямах. С целью скрытия этих злодеяний, часть семей сжигали в сараях и обгоревшие трупы зарывали в ямах. Все эти зверства сопровождались массовыми грабежами имущества, принадлежащего замученным семьям. И дальше конкретизация, но уж извините за такие страшные подробности. Обнаружено два пленных красноармейцев, фамилии которых не установлены. На трупах имеются следы ножевых ран, показывающие, что они были зарезаны ножами. Каштарина броня, труп обгоревший, но на нем видны следы тяжких побоев. Череп в области темени проломлен тупым предметом, на шее следы ножевых ударов, правое бедро поломано. Каштарин сбежка, ребенок шести месяцев, на позвоночнике трупа в области поясницы, явно виден удар острым рубящим оружием, топором. Труп шестимесячного с перерубленным позвоночником был сложен пополам, брошен в яму. Зелинский Антон, 39 лет. На трупах обрублены пальцы правой кисти, переломлены берцовые кости правой ноги, множество ножевых ран, резаных и колотых. Оркуш Владислава, 67 лет. Оркуш Осип, 75 лет, черепа. Обоих трупов разрублены рубящим оружием, типа топора. В ранах следы перьев от подушек. В ямах около трупов обнаружено ведро с кровью. Вот это очень интересная деталь. Это свидетельствует о том, что бандиты, чтобы замести следы, собирали человеческую кровь, которая с трупов стекала. Ну, как цитирую, так как опубликовано. То есть, с одной стороны, есть действительно детали, которые могут быть достоверны, сколько бы они ужасно ни были, поскольку это конкретные события. И люди, которые эти документы подписывали, ну, как бы, это не публицистика, это не газетная публикация. С другой стороны, вот эти детали, ведро с кровью, это полная нелепица. Несовпадение цифр тоже весьма странное. То есть, даже когда эта публикация, которой я склонен верить, появляется на сайте Министерства обороны, видно, что никто над ней не работал. Никто не пытался установить достоверность. Никто не пытался установить, кто же те люди, которые производили расследование. Где судебно-министерская экспертиза. Кто конкретно установил, что это рублена рана, это удар от оружия типа топора. Откуда все это? Где детали? То есть, итоговый документ есть. Где само дело? Не публикуется. В целом, мне кажется, что за вот этими всеми ужасами, которые должны человека приводить в состояние ступора или ожесточенного гнева, в котором он может натворить сам всяких преступлений, дело с одной целью – скрыть собственные преступления. Собственные преступления, которые утонули в этом море крови, которое действительно море. Это не мелководье. Это историческая трагедия нашего народа. Но в этом море растворены два потока. Один гитлеровский, другой сталинский. И вот их смешали вместе и выдали все это море, назвали его жертвами нацистского геноцида. Они там есть, эти жертвы нацистского геноцида. Но есть еще правда, которую надо отделить от лжи. И вот эти все публикации, они показывают, что за этой ложью правда-то все-таки существует. И до нее надо будет докапываться. Может быть, следующим поколением. А может быть, до конца времен это правда кажется неизвестной никому. И тогда перед судом уже не истории, а перед Божьим судом те, кто клеветал, те, кто лгал, кто изготавливал поддельные документы, несомненно, ответят. Но лучше бы они ответили перед нами. Слава Руси! Господи, спаси!